С нами на связи Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти. Антон, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер. Что, собственно, важно, тут, наверное, проводить параллели и для наших зрителей, ведь такое затирание памяти в прямом смысле этого слова происходит буквальным уничтожением тех городов, которые могли бы очень много сказать о зверствах российских оккупантов, как это, например, сейчас происходит в городах неподконтрольных украинской власти. Самый яркий, наверное, пример — это Мариуполь. Да, и помните эти видео с президентом государства-террориста, который отсматривал якобы новые ЖК, построенные в Мариуполе, якобы счастливых мариупольчан, которые живут якобы в этих, опять-таки, ЖК. Мы не можем проверить, живут они там, не живут. Есть большие зомнения в отношении этого. Многие сравнивают нынешний Мариуполь, то, что с ним сделало государство-террорист, с Грозным. И то, как тогда российская армия уничтожала буквально город, волей-неволей стирая и историческую память в том числе. Насколько правильно проводить сейчас подобные параллели в отношении Украины? Ну, я думаю, что насколько далеко можно в этих параллелях зайти, будет понятно уже через несколько лет. Я надеюсь, мы победим в этой войне и не повторится в случае с Грозным. Но вот вы вспомнили о Грозном, и это действительно очень поучительная история, потому что русские действительно практически стерли огромную часть города с лица земли, убили многих людей. А посмотрите, что сейчас. То есть потом фактически элиты, чеченские элиты, часть была уничтожена, а часть предала свой народ. И, собственно, сейчас они фактически находятся в вассальной зависимости от России. Ведь Россия — это не федерация. Это такая буковка «Ф». В их РФ — это скорее какая-то феодальное государство. И Грозный, многие люди, которые жили в Грозном, они сейчас все верноподданные России. При том, что она уничтожила город, уничтожила семьи, уничтожила многие судьбы. И это очень показательный пример, что если мы проиграем эту войну, то наши города будут уничтожены, и память об этом будет уничтожена. Поэтому этого ни в коем случае нельзя повторить. Этот пример с Грозным очень хороший, потому что сейчас он восстановлен частично, во многом восстановлен. И это фактически мегаполис лжи, где все эти просторы, хотя отстроены, но они не говорят о страданиях, они не говорят о том и борьбе, которую был чеченский народ. Они говорят о том, как легли под нефтегазовую ярму Кадыров и все его, так сказать, приспешники. Тут же работает еще и информационная составляющая. Потому что, ну, это, знаете, как по службе, да, по работе, мониторе YouTube-канал, и очень много, вот с мая прошлого года очень много было создано YouTube-ресурсов, вот там, которые называются «Я Мариуполь», «Мариуполь для нас» и так далее. Ну, то есть это понятно, что это российские, создано российскими пропагандистами, российская информационная машина, этой пропагандисткой. И вот там вот вы сейчас просто говорили, я вспомнила, знаете, очень много комментариев от жителей Мариуполя. Мы не можем, да, их там идентифицировать, это жители Мариуполя или нет. Они сами так пишут, да, и никнеймы у них там определенные, там, «Я там житель Мариуполя», такое-то, даже пишут, из каких они районов. Но что они пишут в сравнении вот как раз вот с Грозным, якобы одна семейная пара, которая поехала в Грозный, попутешествовать и вернулась в Мариуполь. И вот там все комментарии, которые появляются, они пишут, вот и Мариуполь будет когда-то как Грозный. То есть я понимаю, к чему это все ведут, да, то есть вот такие вот параллели, которые в современном мире появляются, они на самом деле... Но что нам важно, Украине? Вот сейчас появилась информация о том, что таким образом и не только таким образом выбивают из украинцев украинскость. Я сейчас озвучу, о чем идет речь. Сотрудник ФСБ выбивал палкой украинскость из похищенных детей. Это материал от инсайдера. Сотрудник ФСБ, бывший Беркутовец, Валерий Астахов, насилие и грозами терроризировал украинских детей. Он работал в санатории Лучисты в Евпатории, куда оккупанты привозили похищенных детей из Херсона. Особо жесток он был к тем, кто вспоминал об Украине. Об этом прямо в эфире телеканала «Фридом» заявил шеф-редактор новостей, за инсайдер Термур Алиевский. То есть вот это вот выбивание украинскости таким образом, выбивание украинскости и стирание исторической памяти, вот таким образом то, о чем мы сегодня говорили. Антон, я так понимаю, что сейчас мы ничего не... Мы можем информировать, я об этом сейчас говорю. Но если мы говорим с точки зрения сохранения исторической памяти на тех территориях, которые временно оккупированы, на тех территориях, которые разрушены, с этим сейчас на самом деле остановить эти процессы разрушения, что может сделать украинская сторона? Что мы можем сделать, кроме того, как информировать об этом? Ну, невозможно в нашем мире, в котором мы сейчас живем, полностью что-то спрятать или переврать. Ну, есть страны, которые добились в этом большего успеха, например, Китай, который установил цифровую цензуру. Но, опять же-таки, не до конца это успешная история. Ну, и такая страна, как... Ну, по сути дела, страна-неудачник на их вопросах, как Россия, она, конечно же, пока даже и близко не достигла этого результата. И показательный пример — это тот же Мариуполь. Я думаю, все вы видели сюжет, когда... Вот вы вспомнили даже сюжет, когда Путин приехал на временно оккупированную территорию. Вот он там... К нему вы согнали пару человек, и они стояли вечером возле какого-то ЖК. И даже там женщина, женский голос прокричал «это все обман». И это попало сначала даже на страницу, официальную страницу Кремля, потом это, конечно, вырезали. Но, опять же, из интернета ничего не вырежут. То есть даже там вот такой вот голос правды прорвался. Что говорить о таких вещах, как интернет, телеграм-каналы, YouTube, вот, собственно, даже Freedom, я уверен, что пересматривают на временно оккупированных территориях, на территории России. Это через VPN, через какие-то анонимизаторы. И таким образом, правда, попадают туда. Поэтому нельзя отчаиваться. И более того, мы, как люди, которые живем в свободных странах, мы должны делать все возможное для того, чтобы была высококачественная информация, для того, чтобы поддерживать критическое мышление, для того, чтобы поддерживать свободу прессы. И тогда, просто когда где-то вакуум, пустота и ложь, а где-то нормальная жизнь, правда, всегда будут люди, которые стремятся к правде и находить к ней доступ. То есть это наша главная задача. Конечно же, и всячески попытаться и поддерживать людей, которые доставляют правду на временно оккупированных территориях. Тут как раз важен еще в континг, да, Антон, хотели добавить, да? Да, да. И вот, собственно, вопрос про выбивание украинскости. Ну, я конкретно этот случай, я не знаю, но все говорит о том, что россияне заинтересованы в том, чтобы уничтожить действительно идентичность, и не только, кстати, украинскую. Для них очень важно, чтобы человек сначала, прежде всего, был за Российскую Федерацию, Путина, и всю вот эту вот их русскомирскую, фашистскую, по сути, своей идеологию, а потом уже кем угодно. И это кем угодно должно быть второстепенно. Они так уничтожили идентичность Татарстана, они так уничтожили, они гушетят Татарстан, Чечня, короче, все субъекты федерации, до которых они добрали, все национальные республики, они запретили равноправное изучение языков национальных республик, они запретили национальные партии, практически нигде не существует университетов. Все региональные элиты, которые что-то из себя представляли как представители национальных групп, они были затерты. Все подчинено центральной вертикали. Поэтому Россия, на самом деле, не федерация, это феодальное государство. И Украина, Украину постигнет та же участь. Они, захватывая временно, оккупируя какие-то территории, они прежде всего берутся за то, чтобы выбить вот эту вот сущность людей, их, по сути дела, принадлежность к той или иной группе. И это будет касаться не только украинцев. Любая идентификация, которая не совпадает с российским вот этим имперским идентифицированием, будет уничтожена. К слову, на телеканале Freedom есть проект, называется «Народ». В том числе он говорит о народностях, которые проживают на территории, скажу так, как вы говорите, так называемой Российской Федерации, на территории России. Калмыки, татары, башкиры. Вот о них, коллеги, говорят. Я обращаю внимание наших зрителей. Обязательно YouTube-канал Freedom подписывайтесь. Смотрите там этот проект. И как раз там коллеги наши говорят. Потому что, ну как, русские тогда так еще говорили, захватывали, оккупировали те территории, ныне являющиеся то ли республиками, то ли там краями и так далее и тому подобное. В отношении выбивания национальности, тут можно далеко не идти, из Украины имеется в виду, отношение российских оккупантов к крымским татарам. Мы видим на протяжении всех лет оккупации, аннексии Крыма Российской Федерации, выбивание коренного народа, автономной республики с его родной территории. Это один аспект. Другой аспект – это люди, проживающие на временно неподконтрольной территории Украины, в Луганской области и в Донецкой области. Когда я имею возможность общаться часто с людьми, проживающими на территории неподконтрольной украинской армии уже на протяжении 8 лет, когда восстает вопрос идентичности, иногда люди мешкаются. Я понимаю, что нельзя экстраполировать на весь регион, понятное дело. Но тем не менее, когда пройдет вопрос уже деоккупации территорий, захваченных с 2014 года, перед Украиной будет стоять вопрос идентичности еще и людей, проживающих там. Детей, которые проживали свою жизнь, молодость, юность в этом всем русском мире, в его ужасах, его грязи, по-другому не скажешь. Российские оккупанты, российская пропагандистская машина пугает тем, что если Украина зайдет в Донецк условно, всем тем, кто говорит на русском языке, все. Лучше бегите, скажем так. Давайте сейчас попытаемся рассказать для всех, собственно, для всех аудиторий, что ждет Донецк, когда украинский флаг туда вернется вновь. Ну, мне неудивительно, что россияне и русские пропагандисты вот так вот пытаются пугать людей, что вот настанут ужасы. С одной стороны, это, конечно же, чисто пропагандистский инструмент для того, чтобы запугать людей, чтобы они боялись восстановления украинского суверенитета. С другой стороны, очень часто эти люди, эти промытые русским миром мозги, они действительно в это верят. По очень простой причине. Потому что они сами так себя ведут. Потому что, когда они приходят в наши города, посмотрите, что они делают. Они жгут библиотеки, они начинают угрожать учителям, чтобы они шли в школу и пропагандировали русский мир. Они пытаются подкупить, коррумпировать элиты национальные. Они же не всегда, например, даже с теми крымскими татарами. Я тоже общаюсь с частью крымских татар, которые в Крыму. А некоторые из них получили стипендии государственные, деньги на издательские проекты, на кафедры в университете. Но при одном условии. Они должны в первую очередь хвалить Россию, закрепить русский мир там. Конечно же, потом, со временем, у них заберут всю эту свободу, какие-то там деньги на национальные проекты, на изучение истории. И все это будет подчинено такой федерально-феодальной системе. И, возможно, даже они будут репрессированы, эти люди. Ну, собственно, как было в Советском Союзе. То есть, вот это запугивание — это нормальный процесс для пропагандистов и для людей, которые сами бы так действовали. Потому что они так и действуют. Что касается Украины. Во-первых, уже даже до полномасштабной войны в Украине обсуждалось несколько проектов закона о переходном правосудии. То есть, по сути дела, о юридической рамке, как быть с деоккупированным Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской области. Если посмотреть все законопроекты, которые раньше обсуждались в парламенте, в них огромная часть касалась прав человека. Соблюдение экономических прав, прав на защиту в судах и так далее. То есть, то, чего полностью лишены, например, украинские граждане на временно оккупированных территориях. Посмотрите, что происходит с человеком, который говорит на украинском языке в любом временно оккупированном городе. Эти люди, как правило, сталкиваются с репрессиями, преследованиями и так далее. В то время как украинские парламентарии, украинские правозащитники дискутируют о том, какая должна быть рамка, как люди, которые были на временно оккупированных территориях, должны быть обратно возвращены в поле украинского законодательства, как защитить их от, скажем так, оговора, как защитить от несправедливых обвинений в коллаборационизме и так далее. То есть, очевидно, что если какие-то люди были на временно оккупированных территориях и помогали оккупационной власти, они, конечно же, должны понести наказание. Все должны знать этих коллаборантов. Обсуждаются конкретные статьи, конкретные сроки ответственности для таких людей. Но если эти люди отсидят свои сроки, отбудут это наказание, то, конечно же, они будут, их там никто не будет, как русские, пытать, убивать и так далее. То есть, у нас есть правила и системы, но большинство людей, конечно же, они не являлись коллаборантами, не занимали руководящих должностей в каких-то там органах так называемой безопасности, а по сути, репрессивных органах, в органах власти, так называемой власти, потому что это фактически оккупационная администрация. Таким образом, для большинства людей юридических последствий каких-то ужасающих не будет. Конечно, будет переходной процесс, будет изучение, кто что делал в это время, но это естественный процесс. То, что происходит сначала в миниатюре с любым населенным пунктом, который после войны оказывается снова возвращен в то или иное государство. То есть, должна страна убедиться, что правовой режим восстановленный, что нет каких-то там бандитов, грабителей, коллаборантов, которые не будут потом заниматься каким-то вредительством и своим же согражданам мешать нормально жить. Антон, спасибо вам огромное за такие месседжи. Спасибо вам. Всегда вам рады в нашем эфире. Я напомню, что Антон Дробович был с нами на связи, глава Украинского института национальной памяти.